Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я вдохнул, я набрался сил, и мы начинаем подкаст «Папа, закрой дверь», как всегда, из Лиссабона. Я Михаил Григорьевич, здесь Софья Михайловна Шац, мы говорим о родителях и детях, об их отношениях, да и вообще обо всём. Сегодня у нас расширенный состав участников, сегодня у нас один из редких подкастов, когда мы вчетвером за столом, они втроём, и это понятно, потому что люди, которые пришли к нам, их невозможно разделить, поэтому мы и не стали это делать. Лидл Биг, Илья Прусикин и Софья Таюрская в наших гостях. Ура, всем привет. Да. Встречаемся мы в Лиссабоне, и надо сказать, что сейчас как профессионалы мы втроём, во всяком случае, улыбнулись перед тем, как нам сказали, мотор, такие показали, что мы жизнерадостные, полные силы, но на самом деле там, буквально несколько минут назад, мы понимали друг друга с полуслова, закрывающиеся глаза. За, е, что? Ба, и все вместе. Лись! Прекрасное начало. Какая-то группа мам сейчас отключилась от нас, которые смотрят с детьми, а не выключилась. Не, у нас по-разному бывает. Можем и да, можем и нет, как опадет. Ну, уже всё равно произошло это. Ну, конечно. Да. Третий месяц тура у вас заканчивается. 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 Нет, всё, последний концерт летнего тура, мы скоро летим домой. Домой в... В L.A. Потому что если мы полетим домой не в L.A., а в R.F. Будет его большего никуда не поедите. Да, понятно. А вот. Но через месяц, буквально в конце сентября, нас ждёт ещё один тур на три ёбаных месяца. Ну, нет, ну не ёбаных. На три есть полных. Ну, пока два с половинкой. Два с половиной месяца. Сколько городов? Мы очень надеемся, что у городов, вот честно, я на 35 остановилась считать. Потому что сложно там 36. Там сложно это начинать. Слушайте, ну 36. Сколько примерно ходят к вам людей на концерт? Ну, вот в среднем сколько у вас надо? Я не буду подсчитывать кассу, я не про это. Мне просто интересно, сколько людей. Смотря какой регион, ну тысяча, тысяча пятьсот. Есть где три. Ну, и надо сказать, что на каждом концерте... Я лично был на концерте в Тель-Авиве. Я бы не выдержал даже половину такого концерта в таком ритме, в котором ребята работают. Есть такое, да. Это самоубийство. Так а мы и не выдерживаем. Как хочешь, да. На самом деле после концерта ты выходишь, ложишься спать и спишь. То есть, это не вот это вот... Мы из-за этого бросили пить. Представляешь? Я понял, что я постарел. Я постарел. Ну, то есть, мне под 40, мне 38 лет. Под 40. Ну, ладно, ну ничего. Ну, 38. Ну, 38, не 40. Скажем так, я 30-летний пацан, который не пьет, потому что, если ты будешь пить при этом, при таких концертах, ты просто, ну, ёбнешься. А я не знаю, ёбнешься. Ну, ребят, давайте будем говорить. Ты просто ёбнешься. Ты просто станешь, я не знаю, ты умрешь. Я не знаю, сейчас они поматерятся. Нет, а то есть, вот это всё рокерский лайфстайл, это всё иллюзия. У вас нету жёстких там пьянок после... Да мы не рокеры. Ну, простите, да, это... Ну, поп-рокеры. Простите мне, жанр моё. Мы поп-рокеры, да. Нет, слушай, ну, давай скажем честно, ну, до 19-го, даже до 18-го года всё было, скажем так. Да, очень бухали перед концертами, да. Ну, то есть, ты бухаешь и такой, ой, да нормально, можно выступать, а потом... Потом как-то нет, всё. Потом ты понимаешь, что, ой, что-то сердце начинается, ой, надо монитор. Да-да-да, даже суточный мониторинг. Да, после этого я такой, да. С мониторинг на концертах? Нет-нет-нет, после концертов у меня было переутомление жёсткое, у меня сердце началось боить, ну, то есть, оно, как-то называется... Ну, как у спортсмена. Да, сердце спортсмена, то есть, у меня в покое сердце опускается до 45-ти. Чистота сердечных врачей. Да. Это нормально, сердце спортсмена, да. Да, и думали мне ставить кардиостимулятор, я такой, господи, да что же я натворил-то, что же я за человек-то такой. Потом оказалось, провели все исследования, оказалось, у меня сердце спортсмена, и сказали, что при нагрузках ни в коем случае... А душа рокера, представляешь? Да, и не пью. Да. Вот так. Да. Ужас. Но, с другой стороны, ну, хорошо, мы сейчас даже не совсем об этом. Я к тому веду мысль-то свою нехитрую. Сколько уже вы за границей? Точнее, дома. Два. Два года дома. Почему? Ну, не два. Почти. Почти два. Полтора. В марте будет два. Полтора будет. Да, в марте будет два. В марте два будет. Ну, полтора года. Ну да, полтора года. Полтора. Полтора года. Значит, вы активно гастролируете. Да. Ну, и... Ну, как? Ну, в этом году вы начали. Ну, понятно, год на какой-то разгон нужен был. Конечно, правильно. Активно гастролируйте. На концерты к вам ходят тысячи людей. Все нормально? Все охуенно. Все отлично. Нет, слушай, я бы сказал так. Конечно, жить дома на родине гораздо приятнее. Гораздо, как-то, не знаю, удобнее. Там у тебя и мама, и как бы твой город, в котором ты вырос, куда ты можешь приехать и как бы повспоминать детство. А вот здесь я вот первый раз трахнул Анюту. Там, ну... Условно. 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 Потому что у меня, кстати, ни разу не было девушки Анюты. Просто Ани у меня никогда не было. Прикинь. Ну, надо как-то исправлять эту херню. Не надо. Не стой. У тебя мама Аня, так что нормально. Ну, это я к тому, что у тебя в жизни есть. Это же у нас как бы подкаст о взаимоотношениях детей. Твоя жизнь присутствует на время. Короче, о чем я говорил? А. Родина. Ты... На родине гораздо приятнее. Но, когда ты переезжаешь, безусловно, есть огромное... Огромный минус – это депрессия иммигранта. Вот все мы прошли это. Очень. Все мы прошли. И мы еще не допрошли. Я как раз об этом тоже хотел поговорить. Я читала, знаете. Ну, давай, что ты читала? Говорят, до пяти лет. До пяти лет. И волнами, и волнами. Без УДО как бы. Ну, это мягко. Вот я спросила тех, кто уже там дольше пяти лет. Они говорят, что вот где-то на четвертый год вот все. Она пропускает полностью. Но до пяти. Но до пяти, да. Но сейчас уже нет вот этой вот тоски, потому что все-таки ты выстраиваешь свою жизнь. У тебя там и дом, мебель, телевизор, машины. И у тебя нет вот этого типа хочу туда, потому что там было все, уже все было настроено. Потому что ты уже настраиваешь дома. Было или в Израиле, в Тель-Авиве. В Тель-Авиве, да. Вот. И получается так, что в принципе оказывается, что твой дом это там, где твоя машина. Твой кредит. Твой кредит. И твои друзья. Конечно, я очень скучаю по сыну, который остался с бывшей женой. Но мы встречаемся часто. То есть, мы вместе ездим отдыхать. То есть, я, Соня, Ира и Даня. Это новый молодой человек Иры. И Добрыня. Господи, я думаю, что ты Даня называешь Добрыня. И мы пятером гоняем, и это прекрасно. Ну да. Хотелось бы, конечно... Раз в три месяца даже может... Ну да. Вот мне просто... Тема... Мы к Добрыне обязательно еще вернемся. Это очень-очень важная тема. Но... Он же у меня блогером стал. Что? Сам забирает телефон у мамы. Подпишитесь обязательно. Ставьте лайки. Добрыня. Добрыня. Подпишитесь на Добрыня. Лайк, шер. Берет у мамы телефон. Говорит, мам, дай я поснимаю видео. И идет, снимает. И потом отдает. Мама монсирует. То есть, его никто не заставляет. Никто не просит. Пять лет. А вот в ноябре будет как раз шесть. Все это... А получите, как известно. Представляете... А, уже все проходит. А представляете, у меня сын, получается, блогер в поколении. Династия. Династия. Да, потому что и Ира смелая была блогером, я был блогером, и вот он растет блогером. Это так прикольно. То есть, это передается вообще. И я реально посмотрел влог, его вот этот вот маленький, но очень... Я прям... Я жду новой части. Я прям... Я понял, как работает вот этот блогинг, в принципе. Как люди ждали как бы моих выпусков каких-то. Я так же жду. Я думаю, так, что же сейчас будет? Он же, наверное, с площадки сделает блог. Да. Слушай, Макс, а Егор, говорят, типа, теперь во Франции у нас снимает кино большое. Устрица есть момент. Устрица, да-да-да. А вы видели этот блог его? Блог. Типа, я блогер, подпишитесь на меня. Соня. У меня инстаграм, теперь я буду там деньги зарабатывать. Соня. Что это ему не нравится? Вот это ему не нравится. Это, между прочим, премиальный сыр, колбаса. Ну, я не знаю. Соня. Макс. Пап, ты что, ты нормальный? Мне в этом вообще-то сниматься еще? Это горчица. Ты как это отстираешь вообще, а? Что-то действительно душ на столах. Ладно, Соня, ты не расстраивайся. У нас есть универсальный пятновыводитель. Он стирает не только свою кофточку, но еще мы, знаешь, наведем порядок во всей квартире после съемочной группы. Иди, значит, снимай футболку. А, Саш, тащи тазик. Так, сначала наливаем горячую воду, почти кипяток, 90 градусов. Потом берем мой рыбит и добавляем порошок из расчета 1-2 мерных ложки, в зависимости от степени загрязнения. Давай, 1. Ага. Вот, дальше, значит, кладем туда вещь. Давай, 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 давай. Вот, и ждем 15-20 минут. Ну вот. Ну, красота. Нифига себе. Блин. Давай, знаешь, что, давай еще и чайник, что ли, постираем. Ну, раз столько пены-то. О, да. А давай, знаешь, еще и чашки помоем, потому что, ну, невозможно же, гости из одних и тех же грязных чашек пьют. Колян, давай-ка, знаешь, что, и кепку твою постираем. Невозможно смотреть уже на тебя. Давай, давай, давай кепку. Давай, давай, давай кепку. Все, вот так. Вот. И ждем. Слушай, реально все отстиралось. И вон, посуда чистая, смотри. Слышите, ребят, это вот вам после себя уберете, да? Давай. Блин, да, ну, не, не, не. Слушай, а как удается поддерживать вообще контакт? Ну, в плане, это же, я так понимаю, семенов, фейстаймы всякие, то есть, видео, звонки. И, ну, мы довольно-таки часто ездим отдыхать вместе. Вот у нас в туре был, как это называется, межтурье. Гэп. Гэп, да. На 10 дней мы все приехали на Кипр и вместе тусили. Я могу сказать, вот все, что мы когда не гастролируем, у нас любое свободное время, там 10 дней, 2 недели, мы стараемся все вместе где-то выбирать место. Приезжают Сонина родители, иногда моя мама, как бы, и мы все вместе. Да, мы закончили вот в конце прошлого отпуска, который был вот в августе, в начале, мы уже планировали следующую дырку, то есть, так, наш график, так, ребята, в этот раз куда? Сербия же, холодно будет, так, сюда, ну, то есть, мы пытаемся как бы, да, планировать. И самое смешное, что я понял, что я виделся бы с сыном примерно столько же, сколько и сейчас, если бы даже не случилось войны, мы бы все не уехали, было бы то же самое, потому что мы бы так же ездили по гастролям, ну, то есть, ничего бы не изменилось, просто мы бы встречались скорее в Москве, а не в других местах. А так, сын, мир смотрит. Да, путешествует. Да. Ну, то есть, ничего бы не изменилось. Ну, да, вот это, пожалуй, проблема самая большая пока из всего того, что есть. Это вот редкие встречи с детьми, причем у нас-то вот мы-то все по эту сторону, не скажу, что баррикад пока, но, в общем, по эту сторону, граница. Поэтому у нас вот там в соседней комнате сидит наша младшая, вы ее не заметили, и она, кстати, обозлилась на меня, что я не представил ее вам. Так, ну, че, что ты за человек? Ну, я че-то... Как так, Миша? Короче, Антонина, да, вот она, с ней я редко вижусь. С Соней мы хотя бы сейчас работаем вместе над нашим мега-проектом. Жаль, зрители не видят декорации этого мега-шоу. Итак, ну да, и вот это, конечно, самая-самая тяжелая штука. Потому что друзья... Ну, давай, скажем честно, практически все мои друзья, практически, переехали. Кто где. Ну, то есть, и Даня Поперечный, сам знаешь, он как бы... Он рядом. Да не просто рядом, он у вас вообще где-то на одном этаже живет. А, серьезно? Да, да, да. Да, вот. И как бы друзья рядом, это прекрасно. Но хотелось бы, чтобы вот родные, там, дети и родители. Но родители... Ну, я понял одну простую такую фишку, что... Фишку говорю. Одну простую мысль, что это взрослые люди. Такие же, как мы. Ну, то есть, их выбор быть там, без проблем. Но вот маленького человека хотелось бы, чтобы он был рядом, и чтобы каждый день его видеть хотелось. Я хотела сказать, что для меня вообще родина, это когда все близкие вот в одном месте. Вот если всех вообще, всех, кого я люблю, кого я хочу, чтобы были рядом, были со мной, то вот это вот моя родина. А как бы какая-то точка мира, это вообще мне не важно. Самое главное. И главное, чтобы не Аризона, чтобы не было очень жарко. Уже такие, ребята, мы были в Аризону. Мы за родом из Иркутской области. Ну, главное, чтобы не Аризона. Ребята, мы приехали в июле... Кстати, в Иркутске было сейчас 30-ка, между прочим. Да, мы приехали в июле в Аризону, там было под 50. В Неваде было 52, там плавились фары на машинах. Вот как там жить? Там хоть привези всех. Свези всех родных, там и так далее. Ну, посидишь ты дома, там, ну, месяца 3-4. Ты скажешь, езжайте, ребятки, езжайте. Езжайте в Иркутск или куда там хотите. Слушайте, ну, знаете, вот по поводу встреч с родными, я недавно думала на тему того, что все-таки семья – это не друзья, согласитесь, что это другое общение. Абсолютно другое. И я вот поняла, что мне вот наши встречи, их как бы... Количество. Да. Вот прям отлично. То есть, я поняла, это создаёт вокруг этого какой-то, ну, тебе есть что рассказать, чем поделиться, там, что произошло за это время. А вот если бы мы как бы всё-таки условно были соседями с тобой, то как будто бы... Нет, ты говоришь, как сепарированный ребёнок. Ну, что? Ты сепарировалась уже. Да. Да, правильно. Ну, значит, мы всё верно делаем. Сепарация – это же. Ну, она должна быть. Ну, да, же. Без неё никуда. Конечно. А так бы... А представляешь, вот ты не сепарировалась бы, жила бы сейчас. В Израиле. Да, все вместе, да, жили бы. Дай бог. С утра встали бы. Так, ты почему не убралась? В праздничестве. Израиль – хорошая страна. Абсолютно. Ну, только вопрос не в Израиле. Мы же говорим как раз, не в Израиле, не важно, а Аризона, Израиль. Как раз, в принципе, приблизительно. Одной тоже, кстати. Жака так же. Да, пример. Но представь себе, в этой квартире мы бы жили бы все. Тут вообще неудобно, она круговая. Она круговая. Кстати, только сейчас поняла. Да, да. Представляешь? Тут... А по кругу лежит. Что такое? Ты представляешь, квартира-то круговая. Японский бог. Все, заканчиваем, ребята, блядь. Все. Сворачиваются. Слушай, ну, про друзей ты вот начал говорить, и мы начали говорить про друзей. Что еще является приметой этого времени, да, это как потеря друзей. Тоже. Есть такое? Есть такое сделано. Я, на самом деле, полтора года примерно прошел почти без потерь. Недавно у меня была такая история. Ну, неважно. Короче, с чуваком одним. Хорошим парнем, как... Бочарик. Бочарик. Это очень... Никогда я не думал, что мы Бочарика упомянем в этом подкасте. Хотя он сынулька же тоже. Действительно. Блин, надо сделать вам... Было бы круто, если бы Бочарик был в своем уме, чтобы было бы сделать ОСП-студия, типа, выпуск такой. Подкаст, да. Клара Захаровна пришла, Бочарик, Сергей Геннадьевич и Татьяна Юрьевна. Да, было бы круто. Не-не, вот я только недавно это понял, ощутил, точнее. Ты же это что-то эмпирически все это получаешь. Когда ты сам проживаешь этот опыт, тогда ты понимаешь, как это вообще на самом деле вау. Ну, это очень неприятно. Это очень неприятно. Ну, конечно, это очень тяжело. И когда это все происходит, это же, знаешь, как расстаться с девушкой. Ну, вот боль примерно не такая же, но похожая. Как бы ты погружаешься. Помимо того, что у тебя депрессия, эмигранты, вот приходит вот это вот, типа, ты жалеешь себя. Ну, да-да, вот это самое плохое, самое плохое, вот в это... Ну, у меня на самом деле не так много расставаний с друзьями было вот за этот год, не так много, как кажется, но как бы достаточное количество, и, блядь, лучше бы этого не было, скажу так. Но очень много, я скажу так, вот это время, оно, я думаю, не я один так говорю и говорил, что очень много вскрыло людей. Это да. Ну, согласись. Ну, то есть, ты жил... Ну, это время, когда уже маски сброшены вообще. Да, ну, то есть, я говорю не только о друзьях, а какие-то знакомые там, люди, которые, ну, казалось тебе, что... Они поступят так, а они поступают совершенно по-другому. И я понял, что это не они плохие, просто я их наделил почему-то... Ожиданиями какими-то, да. Да, ну, то есть, какими-то свойствами, которыми они ни то что не обладают, они даже не могут ими в принципе обладать. А я такой, вот этот человек такой. И когда я начал самоанализ, ну, то есть, почему так вот, почему я так обижаюсь и так далее, я понял, что это мои ожидания, которые... Помните, Аршавин говорил. Да-да-да, ваши ожидания, ваши проблемы. Абсолютно прав. Да, он был тогда... А все на него взглянулись. Тогда он точно был прав. А он прав. Сто процентов. В той ситуации он был вообще более чем прав. Я понимаю, если человек меня кидает именно на деньги или на что-то... Да, все, пиздец, пошел ты нахуй. Ой, иди ты нафиг, дурак. Есть два варианта, давай делать два варианта. Для детей или для взрослых. Вот, и... А когда просто твои ожидания не совпадают... С реальностью. С реальностью, ну, это мои проблемы. И вот, когда я понял, что это мои проблемы, у меня этой проблемы больше не стало. Все. Я отпустил, и мне прекрасно жить. Пап, это что все такое? Это я подарков в Дьюти Фри накупил. Ну, чтобы на родину отправить. Так зачем? Можно просто на флау-вау выбрать и хоть по всему миру его разослать. Вот, смотри. Вариантов много. Смотря что хочешь. В чате с магазином пришлют фотки, ты согласуешь, и товары очень быстро доставят. Ммм. Ну, давай попробуем. Все равно рубли надо тратить. Мне с ними тут делать-то нечего. Так. К тому же есть промокод на 15% на первый заказ. Можно его вообще сохранить до конца декабря, ну, чтобы на праздниках воспользоваться. Да нет уж. Давай тратить сейчас. Так. Где тут у нас раздел с букетами цветов? Ммм. Кому это ты там букет шлешь? Одному замечательному прекрасному человеку. Мне всегда казалось, что вот эти мои проблемы связаны с какой-то воспитанной или полученной в результате воспитания, детства и так далее наивностью какой-то. Нет? Абсолютно верно. Потому что мы в действии, мы все идеализируем. Типа вот должно быть вот так, значит, я иду к этому. И все. И у тебя ты вырастаешь, вроде бы мне уже 38, мне 40, 38. Ну, в 38 лет. Я смотрю, он переживает очень сильно. Ну, все. Да? Да? Да. Что если я ему вдруг скажу, ну, тебе почти 40, смысл? Мне 38. Ну, мне 38. Конечно. А мне тогда сколько? 43. Он всегда мне говорит, что я старая. И всегда говорит, что мне 40 почти. Нет, я тебе говорю, что тебе 43. Я не говорю, что 43 – это старость. Правильно? Ну, что? 43 – это старость. Самое ужасное, что люди рядом действительно думают, что мне уже, не знаю, под 50. Он настолько как бы заложил всем эту мысль, что я как бы не своего возраста вообще. Я молодая. Давайте склеймер дадим сейчас просто, что на самом деле... Соня 18. Мы честно скажем. А что? Вот что? Вот я просто... Мне 24 года. Скоро будет 25. И вокруг меня... Ну, мне примерно столько. Да-да, как ты прям. И сейчас вокруг меня в эмиграции много ребят, которые около 30 и 30 плюс. И, соответственно, поле мое, оно начинает вокруг вот этой тридцатки так или иначе типа вертеться. И я начала себе задавать вопрос, вообще боюсь ли я этого, потому что обществом есть, ну, навязанность... Боюсь ли ты чего? Ну, 30 лет. Типа знаешь, что вот этого... Господи. Нет-нет, подожди, я задам вопрос, чтобы ты... Молодая! Что за эсценивание? Подождите. А что я не могу сказать о ваших 40 тогда? Да, так вот, вопрос. Это вообще ерунда была. Вопрос мой как раз такой. Вот вы как постарше меня люди, вот 30 вы уже... Ну, так как говорили, старики. Старики. Все, без проблем. 30 вы уже пережили. Вот кто-то приближается к 40, кто-то уже вообще к 60. Нет, 40 нет. Вот что из этого было самое тяжёлое? Какой, как бы, переход? Я тебе скажу... Я боюсь сказать правду, хотя первая мысль, которая мне была сказать, реально так было. Первый раз я подумал об этом в 40. Вот. А я... У меня сейчас это кризис. Вот почему-то в 40 я подумал о том, что ой, страшно. Знаешь, какая проблема? Вот сейчас тебе повезло то, что тебе сейчас не 38, не 40, ну, хорошо, скажем, в общем, 40. Вот. Почему? Потому что эмиграция – это же, ну, это потеря многого. Согласитесь. И когда у тебя начинается кризис среднего возраста в это время, всё одно на другое накладывается, у тебя гипердепрессия. Потому что ты... Что такое кризис среднего возраста? А что это такое? Ты перед его переживал? Они работают... Я не знаю, я до сих пор не понимаю, пережил я его или нет. А я понимаю. А я вот сейчас переживаю. Я 100% понимаю, что я его переживаю. Потому что ты уже понимаешь, что ты уже не тот молодой чувак. Ты уже как раньше ты мог жить и существовать. Это уже не работает. Нужно уже придумывать новые схемы. Старое не работает, новое не придумал. И ты такой, блядь. И эмиграция. И такой, блядь. Вот это лицо... Кризис среднего возраста и эмиграции. Зарисовка. Иллюстрация. Да, это... Ну подожди, а что ты... Ты что? Ты хотел сказать 40, что теперь... Ну, мне вот первый раз стукнула эта мысль. Вот именно да. Когда мне там 40 стукнуло... А вот сейчас ты приближаешься к 60. Вообще пофиг. Вообще абсолютно. Вообще пофиг. Просто даже я удивляюсь вообще просто себе. Ну ты, погоди, сейчас быть 60, такой, блядь. Ну я помню, я полтос когда праздновал, у меня тоже казалось, что всё. Ну ты, да. Вот это я помню точно, что ты достаточно такой был встревоженный. Встревоженный, да. Ну я так понял. Слушай, ну по твоей логике получается, что типа сложнее всего... Ну а так можно я к тому, что как будто бы это можно привязать к любому возрасту. Я наоборот, вот вообще не состоявшаяся ни в чём, только-только там какие-то росточки, знаешь, проросли. И всё тоже вайпнули. И ты типа... Смотри, когда... Ну, во-первых, у меня есть опыт. Допустим, я достиг чего-то там в России. Ну то есть и немало, так скажем. Когда ты начинаешь, да, вот у меня первые там успехи были в 27 у меня. До этого я был просто бомжарой. А можно бомжарой? Да. Но бомжарой был. То есть бомжару ты решил спросить? Да, да, да. До этого как бы... Вдруг это обидит бомжей, которые это смотрят. И бомжи, ну то есть без всяких... Восмешно, если бы у тебя каждый раз менялось вот то, что ай-ай-харт, и там бомжи... Пожалуйста, делайте там смену. Да, вот. А что мне говорил-то? Ты говорил... Что ты в 27... А, в 27 лет первый успех. Да. Какой-то маленький. И ты постепенно идешь, идешь, идешь. И вот в начале до 30 примерно 3, вот пока... Нет, 32, пока у меня Добрыня не родился, мне было плевать вообще. То есть потеряю все, да и хер с ним. Типа начну заново. У тебя есть силы, есть амбиции, и ты думаешь, да хер с ним. И что? Ну, мне терять нечего. Когда тебе ближе к 40, ты говоришь, мне, блядь, есть что терять. Все. Тебе реально есть что терять. У тебя есть какая-то наработанная аудитория, там, медийность и так далее. Ну, слава богу, слава богу, нам повезло, что мы развивались не только в России. А прикиньте, если только в России. Ну, то есть я не представляю, что со мной было. Потому что у меня есть аудитория... Я тоже не представляю, что со мной было с тобой. Не, ну, то есть я говорю только о себе. Я понимаю. А если, честно, если бы мне было 58, я... Я просто... В России, меня уже уволили с телевизора, господи, что бы со мной было. Непонятно вообще. Непонятно. Блин, ну... Но, видишь, твой пример показывает, что вообще все возможно. Мне кажется. Ну, типа, с телеком не вышло, пошел в стендап, началась война. С стендапом не вышло. Прикинь, так... Ничего не вышло. Ну, все попробовал. Мы были на стендапе Миши в LA. Было охуенно. Да, спасибо тебе большое. Я так и не понял, можно материться или нет? Да можно, можно. Нет. Было охуенно. Да, правда. Я была тоже на его стендапе пару раз. Да? Да, и было охуенно. Кстати. Ну, ладно, что теперь мне сказать? А Соня выпустила альбом. Было охуенно. Было охуенно. А у нас скоро новый клип. Будет охуенно. Так, отличный. И альбом тоже, наверное. Не, он написан. Ну, он написан, ребят. У нас, кстати, альбом написан. Прекиньте, написали альбом, сняли клип, да, все. Единственное, сейчас вот у нас американский менеджмент, они как бы думают, когда это все, вот эта вот стратегия. Они говорят, о чем это? Они говорят, о чем это? Да, такие, мы же английский не понимаем. Вот не пей, не пей, не пей, бля, ты на русском, бля, нормально делай, бля. Нормально делай, нормально будь. Такие вот американские менеджменты. Не очень странные. Смешно. Да, и очень на армян похожих. В Глиндейле базируется. Слушай, ну да, альбом. Когда будете его выпустить? Так я только что сказал. Когда выпустим, тогда выпустим. Мы хотели в ноябре, но менеджмент говорит, возможно, в ноябре откроем предпродажу и выпустим в январе. Возможно, в ноябре, да. А возможно, в феврале. Да, ну то есть, это уже стратегия. Это просто уже дело стратегии, там же вот эти все договоренности. Надо договориться с этой площадкой, с этой, с этой, чтобы поддержка была там. Но клип уже в сентябре. Слушай, ну вот, кстати, интересная тема очень. Вот там, несмотря на то, что мы... Значит, вы, да? Ты. Да, ты говорил очень часто. Вот об этом ужасе, когда ты оказываешься на новом... Ну, как бы вообще все обнуляешь. Но при этом вам вот что еще удалось. Вам удалось в своей профессии попасть на совершенно другой уровень. Да, это 100%. Это же огромная разница между тем, чем было... Огромная вообще российский шоу-бизнес и мировой. Ну, скажем так, американский, потому что Европа все-таки под Америкой. Примерно можно подразумевать мировой. Ну, потому что, как правило, это становится... Во-первых, оказывается то, что гонорарная часть, гора... Вот в три раза больше, чем... Вот ты в России, вот самый топ. Твой гонорар в Америке, где ты средний, в три раза больше гонорара. Чем ты топовый артист. Да, и это очень странно. Оказывается, у нас шоу-бизнес, он немножко странно настроен. Ну, то есть, по факту потребление там выше, конечно, но, допустим, стоимость всего примерно такая же, как в России. Но при этом у тебя гонорарная часть... Примерно, что это затратная часть. Затратная часть, да. Ну, это странно, но при этом согласен то, что вот эта эмиграция вынудила нас как бы все-таки... К развитию. Поехать, да. Ну, то есть, мы хотели... Мы каждый раз с 18-го года нам предлагали, когда Скибиди вышел, когда он стрельнул, нам предлагали около... Предложение было 180, по-моему, или там... Ну, около... 120 звонков было в один день нашему директору, когда вышел Скибиди. Да, ну, то есть, нам предлагали... Лейбл, да, все предлагали контракт. Мы такие, ну, нет, мы... Ну, что, давайте потом, мы остаемся. И вот каждый раз мы такие... Нам говорят, ну, давайте, надо там. Ну, то есть, из России вы никогда не попадете в топ мирового шоу-бизнеса. Вы будете всегда средняком, да, вы будете собирать. Но нужно заходить внутри. Мы такие, да-да-да. Ну, значит, давайте в 19-м. Потом такие, ну, все, в 20-м. Это пандемия. Мы такие, ну, что мы... А у вас же еще Евровидение там слетело именно в этом году. Да, правильно? Да. Мы такие, ну, давайте, знаете как, в 23-м. Все-таки по рукам ударили. Да. Все, в 23-м. Следующий план был в 23-м. Ну, хорошо, подожди, дело даже вот, это понятно. Ты говоришь сейчас просто о вашем там, о той странной реакции на все происходящее там, которая была у вас там в 18-м, 19-м годах. Сейчас все, уже назад пути нет, мы приехали. Насколько уровень отличается? Смотря что. Это можно обсуждать, что это прямо вау, невозможно представить себе и так далее? Нет, 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 смотри, я тебе скажу, шоу-бизнес американский, он настроен более-менее правильно, нежели чем в России. Но, допустим, если брать продакшн, да, людей с продакшна. Узких специалистов, если. В России гораздо, специалисты гораздо лучше, чем американцы, потому что американцы привыкли к тому, что у них есть профсоюз и так далее, все там, они неспешно, ну, то есть, русские, русскоговорящие специалисты одни из лучших в мире, ну, в продакшне. Ну, допустим, графика, ну, это русские, русские украинцы, белорусы, приложение русские украинцы, белорусы, на этот свет, ну, этот, как там, light production. Лучшие в мире – это сила света, москвичи. У них очередь на три года вперед, там, всякие уикенды там и так далее. И к нему, если к ним придет какая-нибудь Мадонна и скажет, мне нужно сделать мне шоу, они скажут, ну, у нас очередь. Ну, давай, вот, вставай в очередь. То есть, вот такое. А специалисты там, они, ну, такое. Вот это очень сильно как бы расстраивает. Ну, и темп, конечно, другой. Вот я привыкаю сейчас, знаешь, вот хочется, у нас как-то всегда было все, ты в Телеграме написал, получил ответ, все порешал, а тут тебе, знаешь, имейл. Пришел, раз в неделю. И тебе раз в неделю на него ответили, и ты такой, получил, сразу, да-да-да, классно, давай, поехали вот это вот дальше делать. А тебе опять через неделю ждать ответ. И то есть, это все растягивается на какие-то кошмарные вообще просто длительности, я не знаю, как это сказать, это очень долго. У нас есть фитлы, которые мы записали год назад, там, с одним артистом, и он будет выходить вот буквально там осенью тоже. И вот так, потому что там, вот. Ты уверен? Вот. И то есть, все нормально, там, все, они выбирают, там, ну, они очень медленно работают. Очень. Очень медленно. То есть, и это связано не с тем, что они там, нам нужно продумать стратегию, нет, просто они такие, давай потом. У них такой темп. Да. Ну, а вам не кажется, что это потом? Но именно, когда я увидел вот этот темп, я понял, что это не они медленно работают, ну, они медленно работают, но проблема в нашей быстроте. Вот, вот. Мы спешим. Очень. Очень быстро. Мы пытаемся, мы не живем, мы пытаемся забить все свое время работой. А они такие, ребята, давайте отдохнем. Да, да. И это вот, этому мы сейчас учимся у американцев, и это прям прикольно, потому что мы теперь, чтобы кто-то мне написал в субботу, в воскресенье по работе. Такая же фигня просто. Я прям скажу, ты че, охуевел? Да нет. Ну, нет, я... Ты мне будешь рассказывать, человеку, который живет в Израиле, как надо уметь отдыхать. Да, блин. Про субботу я вообще молчу сразу, да? А так же я бы включил сюда пятницу, воскресенье и часть понедельника. Ну, да. И вот как раз-таки, а мы вспомни, когда в России живешь и работаешь, там, если ты вот не решишь сейчас вопрос, возможно, этого дальше не будет, и ты как бы такой, блядь, да, сегодня 5 часов утра субботы, и что? Мне надо это доделать, потому что у меня этого контракта или вот этой съемки, ее просто не будет, потому что нужно решать здесь и сейчас, потому что у человека такая же, ну, там, помнишь, когда снимались в «Зашкварных историях»? То есть надо было сразу решать, потому что у тебя есть график свой. Да. И от этого, ну, то есть ты не можешь там, типа, в понедельник, в следующий понедельник решить, потому что надо решать сейчас. Мы все спешим. И, получается, весь российский шоу-бизнес спешит, и все как бы в погоне, блядь, с раненой жопой, это… Это метафора. Метафора. А некоторые с раненой жопой. Я хотела добавить, для меня, вот мы снимали клипы в России, и я помню, что у нас была, например, в «Види», у нас была съемочная смена, было 22 часа, по-моему. И я думала, господи, и вот несколько раз мы вот снимали, у нас куча переработок постоянно. В Америке я такая, ой, съемки так, ладно, настроились на два-три дня, короче, прям будем не спать. Шесть вечера. Все, всем спасибо, до свидания, завтра увидимся в 8 утра. Эткой. Что? То есть, как бы, знаешь, я просто… Так, в смысле закончили съемки на сегодня? А переработка? А в смысле? А там переработка будет стоить столько, что легче? Легче съемочный день добавить. Да, еще раз. И все, и мы вот так, знаешь… Он будет стоить дороже. С комфортом поснимались, и я понимаю, что я в 7 вечера такая дома сижу, покушала, ужин приготовила, и завтра опять иду на съемки. Мы реально, когда начали снимать в Америке, мы кайфуем от съемок, потому что нет вот этих смен, потому что в России переработка, лучше переработать, чем новые съемки. Там наоборот. Боже, мне кажется, это вообще метафора жизни в России. Ну да, да. Типа лучше переработка, чем еще один съемок. Да, прикинь, и вот я говорю, я не могла никак привыкнуть. И даже вот сейчас, например, вот я постоянно общаюсь с американским менеджментом, и вот я ему накидала миллиард, знаешь, вопросов. Он мне там на какой-то один ответил. И слава богу. Я такая, о, классно. А потом я такая, а, подожди, еще же миллион вопросов. Ну, Сонечка, там у него другая система, то есть у американцев они приоритетность сразу расставляют. То есть 10 вопросов, он понимает, что 9 вот эти, они сейчас не важны. Нужно решать вот это. И он только на этот отвечает. И он спокойненько. И это делает. А подходят ко мне техники во время концерта. Соня, я, конечно, понимаю, классно, американцы, но две недели не можем кейс купить. Ну-ка попроси его как-то, ну почему он не отвечает? А я понимаю, что он ответит, когда он захочет. У него это есть кейс. Не то, что захочет, это… Когда он посчитает нужным это сделать. Не то, что нужным, это не в приоритете. То есть заказывать кейс, в любом случае тур заканчивается. Зачем его сейчас заказывать, если у нас в межтурии, можно его заказать, и тебе он придет к туру. А наши ребята, я их понимаю, я их понимаю. Они, ну надо сейчас заказать, а то потом… А что это? Это какая-то… Это мы привыкли так жить. Мы в России привыкли так жить, потому что если сейчас не сделать, дальше может ничего не быть. Ну, мы так живем. Я просто пытаюсь, я сразу начинаю думать, что типа если все из детства, то что, вот какие как бы установки детские нас учат так кооперировать. А вот непонятно. Вот непонятно. Ну, помнишь, когда Сталин был? Ну, ты же еще застал. Тебе же было 40 тогда как раз. Как раз. Депрессия была. Твой кризис. Чего я? Твой кризис среднего возраста. На самом деле, при мне кажется, это идет с поствоенного времени идет, после Второй мировой, потому что как бы… Да ладно, я тебя умоляю. Ты вот сейчас описываешь вот этих рабочих, которые с кейсом, вот это. Это еще, по-моему, левша вот про это написано. Вот это вот «передайте царю, чтобы ружья не мазали кирпичом». Вот это вот. Ты помнишь? Если вы читали это, это очень хорошая штука. Короче, это душа русского человека, который хочет передать, сказать, вот я же придумал как, тут нужно вот так сделать только, а его все говорят, пошел нахуй отсюда, не до тебя, понимаешь? И вот это вот очень похоже на ту историю с кейсом. Ну, в определенном смысле. Ну, я не знаю, мне кажется, это вообще давно и так всегда было, я не знаю. Мне кажется, это еще 100% вот этот культ работы в семье, ну, то есть, что, ну, там, родители постоянно работают, постоянно должны быть в спешке, все деньги этого мира нужно заработать. Вечно работали. Ну, то есть, я был постоянно один, ну, то есть, круглые сутки, ну, то есть, они приходят вечером, ложатся спать, ты встаешь, они тебя будут, и все. И ты воспринимаешь, что работа – самое главное. Да, есть жизнь, понимаешь, вот. И вот на самом деле в Америке, вот что самое прикольное, это мега семейная страна. Суббота, воскресенье все родители, они ходят на пикники, там сделаны парки, ну, то есть, парки с барбекюшницами, повсюду они стоят, они приходят, что-то какие-то мечи, там, целыми семьями, поколениями, бабушка, прабабушка, там, ну, то есть, все собираются, там, внуки, племянники, они всей семьей. Играют в ризб, там, жарят мясо. Это так прекрасно. То же самое в Израиле. Мне кажется, это примерно одни и те же люди. Ну, да. Мне больше даже впечатление, что это большие семьи, да, да, да. А просто в России, как бы, все-таки, мне кажется, это вот именно советское… Я застал еще Советский Союз, более не менее, но мне кажется, это связано именно не с культом работы, а с тем, что если ты сейчас не поработаешь, ты будешь голодать. Ну, типа, тебе ты не можешь не работать, ты не можешь отдыхать, ты должен быть в постоянном напряжении, потому что тебе нужно содержать семью, там, и так далее. Ну, это… Еще раз. Это мое мнение. Я не знаю, из-за чего мы что-то рассуждаем правильно. Не смотри на меня, блядь, так, как будто я что-то к гоню какую-то сказал. Перестань, это мое мнение. Ты обратился к среднему статистическому зрителю. Это Леха, блядь. Сиди, посмотри на Леху. Ну, я, блин, я просто, я прям понимаю, о чем вы говорите. Я вот, я в Лиссабоне живу здесь, здесь-то вообще, ну, как бы, ну, я думаю, хотя бы Лэй, наверное, похожее ощущение, ну, в смысле, качество жизни, ты просто живешь. Да, да, да. Работа – это, ну, это что-то второе, третье, четвертое. А первое – это то, что ты просто проснулся, у тебя светит солнце. Да, ты можешь пойти, знаешь, на бассейне, просто позагорать, как красиво. Да, 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 типа. У нас вот мы живем в билдинге, где, блядь, в билдинге, сука, как говорим. Я раньше ненавидел людей, которые это говорят. Рандомные. Живу в билдинге, да, там в моем флете просто… Very, very, очень-очень adorable. Короче, живем в комплексе, живем в комплексе, и там есть бассейн, там спортзал и так далее. То есть, там каждый комплекс оборудован этим. И люди, которые живут в ней, с утра приходят к бассейну, полежают, почитают в спортзале и идут на работу. То есть, они как бы все равно, даже с утра, они как бы позволяют себе отдохнуть. И при этом работа у них не начинается в 7 часов. Мне кажется, в Америке, я был в этом зале, извините, ребят, конечно, я в этот зал ходил лично. Я не знаю, были ли вы там? У тебя были свободные там были дорожки, кстати, а то у нас там бабушки там бегут. Были, были, потому что чем раньше в Америке ты приходишь в зал, тем больше народа. Да. То есть, если ты пришел в 6 утра, будет полная вообще загрузка всех дорожек. Мне просто еще 38, я в 6 не встаю, я просто не могу. Я бы с удовольствием посмотрел, что там в 6. Я в 8 встаю. У меня еще джеклэкс был. Ой, я бы радовала, чтобы ты еще чуть позже вставал все-таки. Да, я ее постоянно обожаю. Это кошмар. Я несколько раз пыталась ему посадить вот эту мысль, что смотри, а представляешь, ты проснулся такой, пошел сам позавтракал, какие-нибудь дела поделал, а я посплю. Вот посплю прямо вот долго, ни разу не прокатило. Вот ни разу он просыпается, и все. Ну, давай, вставай, вставай, вставай. Я же говорила тебе, что я вот... Да нет, 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 пошли, пошли, пошли. Я хочу, чтобы мы здоровые были, чтобы там... Я хочу пролежать сутки, я хочу пролежать сутки. Мы ложимся в 10 вечера. О, это, кстати, очень правильно. В 10, в 10 мы ложимся. Вот здесь я вообще... В 8, у меня мое впечатление от этой семейки. Я же прожил с ними, ну, там, 4-5 дней, по-моему. Да, я не помню. 5 дней, ну, довольно внушительно. Я обновил кровать практически в комнате. Да, мы под тебя, между прочим, да, купили. Да, так вот, они просто... Я думал, ну, сейчас начнется, сейчас будет... Тут еще и Даня поперечная на этаже, там, Незлобин, недалеко. Думаю, ну, сейчас все будет, отлично. 10, выключается телевизор. Ребят, ну, спокойной ночи, мы пошли. Я такой, с бутылкой вина, а-а-а-а, ладно. Ну, ладно, один раз очень хорошо. Ну, один раз по себе. Как там, сосекая или что это было? Это кто-то... А, это вам подарочек. Да. Ваша подарочная бутылка, да, хорошая вина была. Я помню, как ты очень был против открывать эту бутылку. Ну, потому что это великое вино, его надо пить просто величайшим. Ну, великое вино не назовут сосекаем. Ну, не назовут его. Сосекая. Тем более. Ну, вот в следующий раз приедешь, тебя сосекает. С меня сосекает, хорошо? Блин, сосекая с меня. Слушайте, у меня была одна тема, которую я хотела поднять. Подожди, я хотел еще тоже одну поднять. А, давай, давай. Но я единственное, что хотел связать его с работой. А родители сейчас, ну, так же вот к работе относятся? Или с возрастом? У меня мама по-прежнему так же, да. У тебя мама? У меня она уже... Ей 78 лет. И поэтому она... Она просто ходит на дачу. Но на даче... Но на даче работает. Она прямо... Илья, если ты приедешь, пожалуйста. Там надо перенести вот это. Я такой... Мам. Я известный. Там, что я... Что, я буду тебя таскать, что ли, действительно? Ну, хорошо, я тебе помогу. Давай наймем людей. Ох и сын, ужас. Зачем? Илья... Ужас. Понятно. Ну, ты поливаешь, там ходишь. А она прямо к этому относится, как это нужно. Это прямо... Ну, это без этого никуда. Я говорю, мамуль, на даче отдыхай, пожалуйста. Тебе 78 лет, ну, как бы... Она как бы... Она не бабушка. Она прямо такая... Ну, женщина, как это называется, там... Ну, преклонных годов. Но не выглядит как бабушка. Она прямо постоянно бодрится там и так далее. Вот. Ну, я ей всегда говорю, давай... Она говорит, я посадила картошку. Я говорю, ты в курсе, что ты, сажая картошку... Она говорит, я экономлю. Я говорю, пиздец. Ты это дороже. Ну, выходит, когда ты копаешь, ты не считаешь свои часы работы. То есть, да, ты посадила. Но ты вот это тяпаешь, там поливаешь. Ну, конечно, ты сейчас на зарплатах американских. Зато мои родители приезжают, как мне говорит мой папа, что после Анны Васильевны можно киоск открывать. Потому что они вот приедут, о, сразу так, вот вам ведро того, вот вам ведро того. И вообще очень даже замечательно. Да, ну, как бы в любом случае это советские люди, которые считают, что это... Что их труд ничего не стоит. То есть, они работают на даче все лето, чтобы у них было там 8 килограммов картошки. Но картошка в результате дешевле гораздо стоит в магазине. А они считают, что мой труд, он ничего не стоит. Да, это не так. Еще как будто бы, знаешь, это же все-таки дело. Ну, в плане ты занимаешься чем-то. Ну, да, но то, без дела тяжело же все равно же. Это очень им страшно. У меня бабушки... Не, прекрасно. Я считаю, что это избавляет от деменции. Ну, то есть, работа... Да. Да ты что? Возьми на. Ничего не замечу. Телеведущий стендапер, копатель картинок. Нет, на самом деле, любая деятельность, будь то огород, будь то вышивание крестиком, отодвигает деменцию вот дальше, к 90-м годам, если доживаешь, конечно. К 90-е сейчас очень плохо. Давай, не будем. Да, ладно, я тогда про свою маму тоже расскажу. Она у меня врач. Вот. И постоянно я от нее слышу, господи, как я устала. Как я устала. Сегодня было 18 женщин. Но она, в смысле, практикует до сих пор работать. Она акушер-гинеколог. И то есть, она сидит, у нее прием беременных. То есть, это поток. У меня там есть прием, начиная с трех. И она может сидеть до 10-11 вечера. И то есть, она приходит просто. Я устала. Я говорю, мама, перестань, иди на пенсию. Она говорит, ты что? В смысле я пойду на пенсию? Пока я, говорит, могу. Маме? Маме моей 58. Все, тихо. А! Черт. Я вдруг понял. Ты вдруг понял, да? И она просто говорит, нет, пока я работаю, я буду работать. Ну, пока могу. И она даже не представляет. Но при этом она постоянно жалуется, что она устала. Но без работы она себя не представляет. Ну, и дядь Верси тоже. Ну, а папа у меня капитан дальнего плавания. Вау. И. Ага. Спасибо. Хорошо. Ну, туда ушла. Папа у меня. Спасибо, любимый. Вот. Папа капитан. Капитан. Капитан дальнего плавания, который, ну, то есть, ему, получается, сейчас 59. Вот. Старик, да? Старик уже, да. Он тяжелый год. Понимаю. Он уже второй год говорит, ну, все, пора уже на пенсию. Ну, потому что уже, как бы, в таком возрасте тяжеловато. Потому что у него работа 4 месяца в море и 4 месяца дома. И так вот я вот полжизни его видела. Нет, там просто стресса много. Да, очень много стресса. То у него корабль сломался, то у него шторм какой-то. Это же последний стресс может быть. Я его спрашиваю. Да, да, именно в этом. Я его спрашиваю. В море ломается корабль. Да, в море. Совсем неприятно. Обесточивается все. Что ты, говорю, делаешь в шторм? Он говорит, а ничего ты не сделаешь в шторм? Я говорю, в смысле? Говорит, а что ты сделаешь? 14 метров волна. Ты молишься, все. То есть, религиозно оно тебе? Ну, как все советские люди. Да, как все советские люди. Как все вот эти, как все большевики. Без креста, никуда. А что еще делать, когда волна 14 метров, извини. Ну, правда, а что еще делать? И вот, и все. И он действительно посидел вот это своей работой. То есть, он каждый раз, я помню, как это происходило. Он приезжает. Ну, стал сидим, но он не сидел. Пара-бара-пап. Вот. И он с каждым контрактом, все у него больше и больше седины в голове. А тут все нормально. Все, все. Все прошло. И в какой-то момент он просто стал белым. И я понимаю, что, ну, в принципе, ты как бы... Рассказывай. Давай, давай, давай. Я поправляю. Хорошо, конечно. Ну, хорошо, хорошо, давайте. Ну, посидел, короче. Да, посидел. Посидел. Сидым стал. Между прочим, у тебя Илья учил, как правильно говорит. Да, да, да. Вот, и все, и вот до сих пор никак не может уйти на пенсию, постоянно вот ходит, каждый последний вот контракт, вот, ну, наверное, все, вот сейчас схожу и больше не пойду. И вот вроде как опять собираются в январе пойти. Ну, мимо скучно. Тогда, мне кажется, это страх просто. Ну, а что, это же страх в смысле остаться... Дядь Леша фанат своего дела. Он как бы говорит, я сейчас устал, проходит два месяца, он такой, ну, в принципе, ну, прикольно, там команда, это же чувство плеча. Да, ну, то есть это... Они на рыбалку, они там постоянно... Ну, так а что, может подумать, вы не поедете в следующий тур. Да поедем, блин, конечно. О, кстати, мы вот сейчас ноем, что вот все, я больше не хочу дурить, господи, раз в пять лет максимум. Когда пандемия-то началась, перед пандемией у нас был такой тур, и он сидел и говорил, господи, как бы я хотел перестать дурить. И вот пандемия, прошло полгода, господи, как я хочу в тур, господи, все боданно. И вот это со всеми так, я думаю, что никуда от этого не деться, увы. Давайте про сына мы должны поговорить, про детей и про сестёры, про братья. Перед сыном у меня был один вопрос. Короче, тут была прикольная ситуация. Я здесь иногда сижу с детьми, просто подрабатываю нянечкой, и у меня есть друзья, их дети, и мы пришли что-то к ним на ужин и говорим, вот, little big приезжает, что, пойдём, говорим мы как бы родителям. И они такие, блин, надо у детей спросить, ну, типа, если дети захотят, то пойдём. И я поняла вдруг, что вы вообще понимаете, что вы стали культовой группой, на самом деле, для определённого возраста людей, что они доста... И да, и нет. И да, и нет, да. Потому что, как бы, у нас очень странно получилось, что мы вошли и в детскую аудиторию, прям в детскую, прям 4 года, 3 года, там, и так далее. И, как бы, эти же клипы, если ты смотришь с пониманием, ну, через социальщину, через поп-культуру, это вообще, ну, это получается панк. Там не детская вообще. И, как бы, мы во Франции, допустим, выступали недавно на мотокультур. О, странный выбор. Второй раз мы уже... Мы были, чтобы ты понимал, хедлайнерами. Хедлайнеры, то есть... Ну, байкеры, байкеры, это же ты, рок. Да, рок. Вот это все дела. Да, вот это вот. Заклёпки. Металю. Поняла, поняла. Короче, дело в том, что вот мы выступаем, там, 30 тысяч человек на нашей сцене, и параллельно с нами, во-первых, мы в гримёрке были, я прохожу и вижу там эксплойта. Я такой, чего? Заглядываю, эксплойт отсидит. Старички вот эти вот. Это вот эти вот панки, от которых пошли ракезы. А-а-а. На секундочку. Вот эти, которые блюют, которые там... Ну, это очень... Это вот пушной был бы рад сейчас, наверное. Да-да-да, пушной точно. Пушной бы, да. И как бы мы играем на главной сцене, и они в это же время на маленькой сцене, где 400 человек в шатре в таком, параллельно играют. Я такой думаю, блин, как вот жизнь-то вот так вот как-то странно повернулась. И в тот же момент на вот этом фестивале, в этом году не было, по-моему, там Кеннибал Корпс, всякие... Солфлай был этим же днём, когда и мы были. Они днём были, а мы, блядь, почему-то хедлайнеры. И нас слушают металлисты во Франции. Металлисты, дети не слушают во Франции, а слушают металлисты. Да, да, но вы, короче, это к тому, что, типа, настолько дайверс... Да, да. Когда нас спросили, какая у нас аудитория средняя... Портрет, как бы. А, фикова напишешь, да. А непонятно, потому что у нас никогда не было... Ребёнок-байкер. Ребёнок-байкер. Задача, то есть у нас же не было никогда такой установки, что давайте сделаем детский контент какой-то. То есть мы... Вообще... Клип с Кибиди, если что, вообще не детский. Ну, блин, ну это же вот прийти на концерты, поиграть вот это во всём. Да мы не знали, это ты сейчас понимаешь. Да, мы сейчас понимаем. Это история о том, как человек нажрался водки и пошёл трахаться. Да. А потом пошёл пиздиться. И всё. И это детский контент. Это типично. Да, это мы показали, ну то есть мир, где просто все двигаются одинаково, но по факту это вот именно жизнь прожигателя времени. Просто вот, ну, какого-то чувака, который... Просто выбрали такую форму, какую-то всё. А по факту это зашло детям. Я охуел, когда это зашло детям. Я прям... Вот эту фразу... Ребята, ну там же есть даже постельная сцена. Ну, как-то так. Когда Rock, Paper, Scissors... Да потому что это игра в постельную сцену, игра в жизнь. Короче, Rock, Paper, Scissors, помните, где собаки? Ну, то есть мы играем собак. Это тоже детям безумно нравится. У меня Добрыня как бы маленький, постоянно напевал её. А это, ну, это о том, как собаки упарываются наркотой. Ну, не наркотой, условной наркотой. То есть собачьим кормом. Ну, то есть, блин, и ты думаешь, ребята, ну как это странно. Мне кажется, и не надо рассказывать вообще, о чем была задумка. А, это... В принципе, в целом просто... Ребята, у нас нет ни одного детского клипа. У нас нет ни одного... Такос более-менее так, детский, да. Такос единственный, наверное, детский клип, который у нас есть. Ну, вообще, если так подумать, это же, наверное, мечта любого исполнителя, чтобы настолько была широкая аудитория. Наверное. Как-то мечты такой не припоминаю. Ну, нет, я к тому, что это же массовость. Нет, ну, безусловно, это классно, да, хватить. Чем больше аудитории, тем лучше. Мне очень понравилась аудитория в Америке. Я была очень, так сказать, впечатлена. Чем? Потому что они приходят костюмированными. То есть, они из клипов. То есть, они приходят в образах из клипов. У нас было очень много девчонок, ну, даже больше женщин, наверное, взрослых, с наклеенными усами, в жёлтых платьях, с хвостами. Вот полностью мой образ из клипа «Мусташ». И было... Бананов очень много. Бананов очень много было. И ещё был полностью Фараденза чувак. Причём тоже с наклеенными усами. Он залил, вот прям вот один в один прям костюмы с Фарадензой. И они ходят все, объединяются вместе. Была девочка полностью... Для них это как... Комик-кон такой. Комик-кон, да. И при этом ещё музыка. Они как бы... Это, ну, это другая культура. Это просто очень круто. Нифига себе. И полностью, прикинь, она сшила костюм один в один, как у меня есть клип. Они готовятся к этому. То есть, он сшит и специально... То есть, они не покупают, а именно всё это создают. И это очень классно. Я выхожу на сцену, просто смотрю на это, ничего себе. Просто там, это из этого клипа, это из этого. И они, конечно, супер такие. Но это ещё и связано с тем, что мы создали свой какой-то мир. Вселенная, да. У нас есть мультивселенная, реально, как бы, мы когда-то просто решили прикольнуться, а давай вот делать как мультивселенная, давай. И так повелось. И у нас каждый клип, ты можешь найти, как бы, ну, то есть, отсылки там и так далее. У нас много поставок, отсылок, все клипы связаны его практически. Ну, с семнадцатого года, с восемнадцатого года они связаны. Да. И именно поэтому люди в Америке воспринимают это как мультивселенную, ну, комикс-мультивселенную. Ну, да, да, похоже. Вот, и помимо того, что они все в костюмах, очень было много байкеров, очень было много бабушек. Да, мы... Это было очень странно. И детей, причём в Америке было не так много, потому что... А у вас есть возрастные ограничения какие-то? Да, в Америке, да. Здесь, конечно, в Америке было, да, много... Там, где... Восемнадцатом, шестнадцатом. А почему только в Америке? А потому что в Америке и от штата к штату... От штата к штату меняется. Да, потому что там, где продаётся алкоголь, нельзя находиться ребёнком. Это же политика клуба, то есть, ты не можешь там, ну, по-другому. Но в целом-то как бы ваше шоу, оно не ограничено. Нет, я помню, когда я прихожу, выхожу на сцену, и просто первый ряд, и там стоит вот такой вот огромный байкер в жилетке с бородой, и он прям, знаешь, глазами ребёнка на меня вот так вот... Нет, он ещё забавно, он пел... Мы поем там ла-ли-ла-ли-ла-ли-бам, ла-ли-ла... И он прям, и ты такой, блядь, ты же байкер, давай как байкер, давай, соберись, блядь. Знаешь, ну она как бы седовласая такая, и у неё была вот такая вот грудь и наклеенные усы. И они у неё такие были, знаешь, не какие-то мультяшные, а прямо натуральные, знаешь, вот прям вот... Киноусы, короче. Киноусы, и это выглядит настолько натурально, что просто ты смотришь, и ты не можешь держаться, потому что, прикинь, вот такая вот бабушка с седыми волосами и просто такими очень аккуратненькими усиками, вот прям как у Ильи, знаешь, просто... А, ну видите, усики-то у меня аккуратные. Конечно, ты же стрикаешь. Что-что, а усики. Да, поэтому публика в Америке мне очень, конечно, понравилась. Они супер разные, и как они, оказывается, у них есть культура покупать мерч. О, бля, ребята. Мы офигели. У нас Вася, который мерч всем занимается, он просто брат, да, мой родной брат, да, он просто, они, говорят, сумасшедшие, они реально сумасшедшие. Он докупал, дозаказывал, допечатывал мерч. Да, я быстренько скажу, знаете, как они, когда в России люди заходят в зал, они бегут к сцене, чтобы занять первое место. В Америке, когда люди забегают, они бегут к мерчу и занимают очередь вот так вот. Они змейкой стоят. Змейкой. И стоят. И пока не купят, он может как бы стоять в этой очереди просто вот так вот. Смотри, да, я мерчи не купил. Это просто, то есть в среднем на каждого человека в зале чек где-то 150-200 долларов. То есть на каждого. Они тратят на мерчу, чем на билет на концерт. Ребята, вот я хотел сказать про шоу-бизнес, ну концертный шоу-бизнес в Америке. Чем он отличается от российского? Так тем, что, допустим, звезда делает стадион, ну концерт на стадионе. Он въебывает свои деньги на это шоу и окупает его мерчом. Ну, то есть мы были на Эврин Лави. Эврин Лавин. Ну вот на ней. Эврин Лавин. На вот это его. Набор букв правильно. Да. Короче, стоит 3 или 4 фуры с оборудованием и 15 фур с мерчом. Они, ну то есть основные деньги делаются на мерче. Да, артисты зарабатывают на мерче в Америке. Да. Не на входные билеты. Входные билеты окупают тебе шоу. И поэтому хорошее шоу можно сделать. Если русские на концерте, мерч можно даже не продавать. Там тебя кто-нибудь там 3 футболки купит, но американцы скупят вообще все. Короче, я скажу так. Мы в Чикаго продали мерча примерно в полтора раза больше, чем в Москве в Мегаспорте, где было 15 или 18 тысяч человек. Да. Вот такая разница. В Чикаго мы, да. Это, и ты, когда тебе говорят сумму, Вася приходит, ребята, Угадайте скоро. У нас была игра. Мы угадывали, да. Мы угадывали, такие, так, столько. Я столько. Кто ближе. Нет, вот столько. Бля. Не, у нас, конечно, мы офигели. Это, бля, жесть. И когда вот нам, то есть мы такие думаем, так, в тур по Америке надо ехать опять скоро, блин, может не надо. Такие, о, мы же можем взять мерч. Поехали в любой тур. Даже если будет 300 человек, придет, они эти 300 человек купят столько мерча, что нам уже норм. Ну, то есть это прям, это прям очень круто. И поэтому там очень много групп, которые маленькие, очень маленькие группы. И они не работают, они как бы. Продают мерч. Консортируют там и продают мерч. И то есть они могут жить на эти деньги. В России попробуй, блядь. Группа, которая собирает 500 человек, там, или 300. Что-то, блядь. Ну, иди работай. Какой мерч? Так ты дуракша. В Америке группа, которая собирает 300 человек, может на мерче вообще как бы... Ну, жить нормально. Ну, просто выживать хотя бы могут. Да. Ты ездишь в Америку уже скоро. Ты на мерч срочно. Да-да. Последняя спешная история. Причем было, когда я недавно в Ереване, когда там был комик один, Руслан Халитов такой. Ну, неважно. В общем, хаш парень. И у него был тур, он сделал себе футболки, значит. И первый концерт у него был в Ереване. И дальше там шло 10 концертов. Первый, второй, третий, четвертый, когда там Кипр, что-то. И у него из-за визы его не пустили на Кипр. Если тут я почему-то вспомнил про этот мерч. И он, наверное, был на футболок 15, может, и сам сделал. Но теперь это раритет, потому что это не состоявшийся тут. Слушайте, а ты упомянула, что брат у тебя работает. Да. У тебя есть брат и сестра? У меня родной брат один. Да. И у меня есть две двоюродных сестры. Но мы все росли, мы думали, что мы все родные. Поэтому по-моему не говорили ничего. Да. Нет, ну, в принципе, мы знали, просто у нас как-то так вот мы очень близки. Очень крепкие семейные связи. Да, у нас очень. Да, у нас папы наши, они родные братья, они супер похожи. И мы вот... То есть у нас было как? Три девочки и один мальчик. И у нас была одежда, даже мы всегда ходили на шопинг. Мы покупали одинаковые одежды разных цветов. За мной был желтый цвет, за Олей был розовый, за Аней голубой. И вот у нас вся одежда была одинаковая, только разных цветов. Желтый, голубой. И неважно. Ну, ладно, нет. Да, окей. И вот так мы жили. И мы вот очень, да, дружно жили. А брат у тебя младше, старше? Младше. На пять лет меня младше. На пять лет. Да, я его сама воспитала. Мама, потому что на работе была. Папа в море. Это я его кровать занял. Ну, да, похоже. Ну, вообще, да. Он всё равно как бы не может никак приехать к нам. А, он пока не может приехать. Но он всё равно в туре был с вами. Ну, и там связи у вас сохранились такие, прям крепкие? Да, у меня суперкрепкая семья. У меня вообще, я суперсемейный человек. Для меня семья – это вообще самое главное в жизни. Вот. И Вася, мы с ним на связи всю его жизнь. Потому что я Саша. Прям позвоните тебе сразу. Я тут. Это я. Да, нет, мы очень близки, да. Очень. Ну, клёво. Да. Просто интересно, вы так говорите, что вы много времени проводите вместе, и именно в контексте… Ну, немного. Ну, в смысле, я объясню про что. Мы стараемся чаще проводить. Да, и про то, что нет абсолютно, ну, по рассказам, судя по всему, нет конфликтов того, что вы с Ирой уже не вместе, и есть уже у обоих новые отношения. Абсолютно нет. Мне ужасно интересно, как вот вы ему рассказали об этом, и как вообще всё это наладилось до такой степени. Дело в том, что когда мы разошлись с Ирой, Добрыни было три, он ещё не понимал. А сейчас он видит Иру с Даней, они счастливы. Мы с Соней счастливы. И он видит просто повсюду счастье, его абсолютную любовь с обоих сторон, и всё прекрасно. И как бы мы, ну, то есть я очень уважаю и как бы люблю Даню, потому что он прекрасный человек, он прекрасно относится к Добрыне, Добрыне к нему, там, и так далее. То есть мы все друзья. То есть мы как бы собираемся все вместе. Когда мы разъезжались с Кипра, вон эти Соня и Ира там плакали. Мы с ней стоим рвём, они там что-то прощаются, мужики, а мы с ней… Ну, это же ужасно круто. Я к тому, что вообще… Нам повезло. Я не знаю, как. Повезло, да. Это так получилось. Ну, то есть как бы мне казалось, что такого не получится. Но в результате, когда все счастливы, потому что люди просто так не расходятся. Ира была несчастна со мной. Я не мог ей дать того, что даёт ей Даня. Это постоянно быть рядом, поддержка. Я артист. Я постоянно был в турах. Я Добрыню увидел прям нормально. Когда приехал… А когда начался этот… Пандемия. Когда началась, вот тогда она ему уже было два года. Потому что я уезжаю, приезжаю, он уже как бы голову держит, неделю побыл, а в эту неделю тебе ещё нужно снимать клип, обратно уезжаешь, приезжаешь, он уже ходит, ты такой, ой, твою мать. Мне очень вспомнился классный момент, когда мы ехали вчетвером, я за рулём, Даня спереди, сзади сидит Добрыня посерединке и Илья с Ирой. И Добрыня что-то там хулиганит. И там, знаешь, по очереди там. Илья, Добрыня, перестань себя так вести, Ира, Добрыня. Даня, так, Добрыня. И я такая, Добрыня, что это такое? И он такой, блин. Четыре. И он приходит домой, и мы такие заходим домой, и он стоит такой у дивана. Отстаньте все от меня, просто оставьте меня все в покое. Я такая, взрослая вещь. Такой взрослый, знаешь, такая вещь. У меня был с ним момент, когда мы сидим, он такой, пап, скачай мне вот эту игру. Я ему скачиваю. Она не работает. Ну, какой-то баг. Я говорю, блин, Добрыня, она не работает. Он такой, пап, ну пожалуйста. Ну, знаешь, вот это детское, когда он хочет добиться, ну, я ему говорю, ну не получится. Ну, я тут бессилен. И он такой, пожалуйста. Я такой, Добрыня, перестань так со мной разговаривать, пожалуйста. Он говорит, а как с тобой еще разговаривать? Я такой. Я начинаю смеяться. Он думает, что я над ним смеюсь. Такой, Добрыночка, перестань надо мной смеяться. Я такой, я над тобой смеюсь, Добрыня. Я тебе клянусь, я просто, ну, это смешно просто. Я хочу игру. Нет, еще, я помню, он довел как-то Иру. Ира просто такая, все, я не могу, ушла. Мы такие, так, забираем, короче, ребенка, пойдем куда-нибудь погуляем. Ира такая, так, на сегодня это твои родители. Не приезжай с ними. Значит, то есть, нет, у нас правда действительно волшебным образом классно очень. Это супер круто. Я просто к тому, что, мне кажется, это уже такое достаточно устоявшееся какое-то мнение общества, то, что, ну, в целом развод тяжело перенести ребенку. А это уже какой-то next level, что ты мало того, что хорошо расстался, так ты еще и в счастливые отношения вошел, и твой ребенок видит эти счастливые отношения. Это безумно круто. Это безумно круто. Ну, просто я тоже ребенок развода, и я видел, как мои родители постоянно ссорились. И вот честно скажу, я первый раз говорю это на камеры, но когда мои родители развелись, мне было 13 или 14 лет, я был так рад. Я был рад, потому что вот ты приходишь домой, вот эта гнетучая атмосфера, где там вот это вот напряжение, ну, нахер это надо. Ну, нельзя так. Ну, то есть, а они, оказывается, ради меня ожили. Я такой, блядь, твою мать. Меня спросили, вот спросите меня, ну, вот спроси меня. Нужно было? Нет, не нужно. Блин, у меня мама вот так вот, у нас было с ней разговоры, она прям такая, ну, не знаю. Такой, блядь, твою мать. Ради меня они это все делают. У меня просто родители, они, папа очень классная профессия. Он полгода дома, полгода в море. И это идеально. Идеальные отношения. Просто идеальные отношения. Только привыкли, все классно, надоели друг другу. Я поехал, пока. Ты сидишь, ждешь, когда же он вернется. Вернулся, ура, радость встречи. Опять привыкли. Надоел, пока. То есть, как бы, просто вот 35 лет вообще. Может быть, это выход. Да, надо быть моряками. Ребята, давайте, все вместе, пойдем, юм. Просто все отцы уезжают на полгода. Мы закольцевались с вами в теме. Мы с этого как бы начали, что идеальные отношения, они в концентрированных редких встречах. И к этому, судя по всему, и пришли. Не, зато сейчас очень классно все эти встречи. Вот мы с папой сегодня разговаривали. Он говорит, так, значит, я полетел в Иркутск. Что там у вас? Какой концерт? В какой город там прилетать? Куда дальше поедем? То есть, мы реально постоянно уже сейчас планируем. И мы очень круто действительно проводим время. Вот баньку на Кипре сдобили. Очень классно. Блин, кстати, мы же с Соней банные маньяки. Да. Ну, не то, что мы в баню приходим, мы убиваем людей. Нет, нет, я ходил с вами в баню однажды, я помню. В Лос-Анджелесе. А, да. Мы же хотели знали. И вот ты-то знаешь, а зрители не знают. Мы, короче, в ЛА нашли охеренную баню. Эта баня, вот прямо вот, как вы себе представляете, 90-е. С этими же людьми? Примерно. Так же и выглядит. То есть, там, знаете, такое, ты заходишь, какой-то купол такой, значит, турецкий, римские колонны. Да. Вот. Потом купель такое средневековье. Камни, да. Да, да. И армяне. И армяне, конечно, да. Да, и лавочка там такая, знаешь, как из... А ты знаешь, что мы каждую среду туда ходим? Я не сидел. Серьезно. И это просто... И мы повсюду, куда бы мы ни приехали, мы находим баню и паримся там. Мы как-то приехали на Панган, Таиланд, кто не знает, это остров. Кох в переводе на тайский язык. Ко-панган. Кох, панган. Ничего себе. Я просто знаю английский. Hello. Полиглот. Полиглот, да. Вот. И мы на Пангане нашли баню, это дудка-бар. Не за что дудка-бар, это бесплатная реклама. Вот. И мы настолько как бы... Нам понравилось. Прикинь, баня, вот ты паришься, без веников, конечно, просто разгоняешь, и там выходишь, и там купель такая на одного человека, прям со льдом. Там холодильник, видимо, или морозилка такая. И лед они накидывают, это что-то с чем-то, когда ты именно в лед прыгаешь, выходишь в тропический вот этот воздух. И ты застываешь, и он, лед вокруг тебя застывает, и ты потом выбиваешься из леда. Это просто, это так круто. Но еще была очень классная история, я там начала, как бы, взяла себе инициативу и была банщиком, то есть как, знаешь, я там начала... Какой-то веник, да, дали, мы взяли веник, и я начала, вот все люди забиваются, я там разгоняю, разгоняю, и в какой-то момент я просто начала петь песни, знаешь. И все сидят такие, а, хорошо, а я просто... И все так начали ржать, там, знаешь, просто, и все со мной вместе пели. Я их доводила, знаешь, такого сумасшествия, и все выбегали, и на следующий день приходят какие-то люди, говорят, слушайте, там какая-то банщица приехала на Бангане. Говорят, вообще, говорят, все говорят, сходи, обязательно. И нам говорят, типа, сходите, там банщица есть, баёт. Да-да, там вообще такая банщица, просто, говорит, всех парит, песни поёт, вообще. И мы сидели такие, и потом пришли, и сидели, говорят, вы знаете, мы никогда таких банщиц не видели. Говорят, уникальная, конечно, банщица, я такая, спасибо. И мы как бы, по факту, мы куда бы ни приехали, мы нашли две бани на Кипре, а потом где ещё? В Таиланде. В Таиланде на Кипре. Где ещё? Где ещё мы были? А где мы ещё были? Ну, если вы захотите, в Лиссабоне есть тоже, две баньки есть. Хорошие. Хорошие. Ну, вот я в одной была только. Что ты делаешь 3-го числа? Иду с лучшей банщицей, видимо, в баню. Нет, это очень круто. Если что. Давайте-давайте. Я прям баня. Блин. Вот они офигеют. Она ещё просто на той стороне залива Тежу, через мост нужно проехать, вот, и там стоит, я думаю, там и владелец просто. Блин, очень круто. А русская? Да, да. А в банщике или без? Нет, без, она, там сама парилка, она супер небольшая, но там очень прикольно. А купель есть, да? Там есть бассейн такой небольшой, но он холодный. Но сейчас, кстати, не знаю. Он на улице, но я думаю, что всё ещё, да. Так что, если что. Ну что, договорил наших папочков топ-10 бань. А, да, подожди. Нет, кстати, самая крутая баня всё-таки, я думаю, Дудкабар. Дудкабар, потому что лёд. Да, мне тоже понравился лёд. Это, конечно, классно. Но очень прикольная была музыкальная баня. Мы туда, к нам приехал Оливер Три, это американский артист, по-моему, в 21-м году, летом. Он приезжает, мы пошли в баню, он говорит, что это такое, мы говорим, сейчас покажем. И его начали парить два банщика в две руки. Четыре. И под ACDC, там. Вау, мне кажется, твоя мечта вообще. Это очень круто. Знаете почему? Потому что ты, они парят тебя, допустим, одну песню. И ты знаешь так, ага, сейчас дроп, ага, так-так, ну я выдержу, один припев остался. Всё. И это прям идеально. И так круто. Я теперь мечтаю. Слушай, вершина, ну я знаю, что там артисты, которые ходят в караоке и там слушают свои песни, это круто. А вот представьте, у вас был под Скибиду. Скибиди какой-нибудь вообще. Ну это абсолютно ноль удовольствия. Пап, пап, пап. Очень прикольно было под что-то руссконародное. Ой, брови мои брови, я помню. Я ещё слышу. Брови мои, брови, брови мои, брови, брови мои, чёрные. И по ACDC, для меня это, у меня прям сердечко это запало. Просто. У них программа отработанная, то есть они синхронные. У Уилл Ракки, по-моему, ещё было. Да, 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 всё очень-очень круто было. Это очень классно. Вы открыли новый мир, просто я не знала, что такое. Я даже помню, мы у них спрашивали, а что у вас за колончики такие стоят, что они у вас не пеют, ну не умирают. Копицы есть специальные. Да, сказали. Короче, ребята, если вы, так сказать, любитель нашего творчества и не знаете, что нам подарить на день рождения группы или на день рождения Сони или меня, дарите нам баню. Мы принимаем баню как в ЛАИ, как в Пейпал, на Бусте и Патреоне. Кстати. Нет, всё, перед тем, как мы вас отпустим, супер быстро. У нас есть подписчики на Бусте и Патреоне, которые нам очень помогают, спонсируют нас и поддерживают. И мы стараемся для них делать какие-то мини-подарочки. Мы с вами уже немножко обсуждали это и хотели попросить вас исполнить песенку для них. Какую? А вот вы там что-то... За твои зелёные волосы. Надо тональность понять, давай. За твои... Высоко, низко, давай. Браво! Класс! Просто поговорили про баню, и всё. Да, да, спасибо большое. Ну, шарусская заболела. Всё, мне кажется, это венец. Я даже не знаю, что сказать. Приходите на концерт Играрх Политоновых в вашем городе. Приходите в баню вашего города. И забирайте нас в баню после концерта. Да, баня, концерты, всё для вас. Спасибо, ребят, большое. Спасибо, что зашли. Подкаст Пав, закрой дверь. Что, я всё время забываю просить их об этом. А, как говорит Добрыня, пишите лайки. Пишите лайки. Запишите лайки. Запишите лайки. Пишите лайки. Пишите лайки, комментарии посылайте. Ставьте комментарии. Подписывайтесь на Добрыню обязательно. Мы ему скажем. Это новый влогер, который... Покорит ваши сердца. Покорит, да, ваши сердца. Ты пытался нематерное слово, да? Подобраться. Ну и на Пап, закрой дверь тоже, конечно. Ну и слушайте группу Little Big. Да. Что ещё? И ходите. И покупайте их мерч. Да, отрезавёт. Да, покупайте наш мерч. Вот такой, как это, резюмируя выпуск. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо большое вам. Спасибо вам, ребят. Спасибо. Давай пять. Папа, закрой дверь. Папа, закрой дверь. Папа, закрой дверь. Папа, закрой дверь.